Это линия, которая упаковывает продукцию в специальной газовой среде, чтобы дать срок годности продукту не менее пяти суток. Компания «Фабрика кухни» открылась в июле 2020 года. Тогда было всего два рабочих цеха. Сейчас их 11. Здесь производят 20 тонн готовой еды и полуфабрикатов в день. Всё это можно найти на полках гипермаркетов «Самбери», в магазинах «Раз-два» и «Близкий». И все они просят больше. Поэтому компания решила повысить производительность почти в полтора раза, до 28 тонн в день. Для модернизации выбрали участок стоковой продукции. Это стоковая продукция, замороженные полуфабрикаты. Котлеты, вареники, пельмени, блины. И потребность растёт. Магазины хотят больше. Фабрика хочет выпустить больше. Для этого мы выбрали это направление, чтобы понять, в существующем ресурсе, который сейчас у нас есть, мы можем увеличиваться на сколько. Найти потери на производстве в ближайшие полгода будут помогать специалисты регионального центра компетенций. Для начала вместе с рабочей группой предприятия куратору предстоит проанализировать весь процесс работы. Очень многое зависит от команды. С тем коллективом, которым ты работаешь, управлением изменения этой команды, уходит, наверное, время. Естественно. Если команда вовлечает с самого начала, готова к изменениям, процесс происходит намного быстрее и результаты выше. Опыт предприятий региона, которые уже повысили производительность труда, показывает, что объёмы вырастают в несколько раз, а значит, растёт и прибыль. Тем не менее, многие компании пока не хотят таких перемен. Когда работники видят смысл своих действий, руководство знает, за что каждого нужно поощрить, определённым образом старается выстроить культуру подачи предложений по улучшениям, и, соответственно, каждый сотрудник, от генерального директора до любого рабочего, видит смысл в выполняемых действиях и во вкладе своём в общий результат. Компания «Фабрика кухни» стала 30-м участником нацпроекта «Производительность труда». В ближайшее время к нему присоединится ещё несколько предприятий. Игорь Сукачёв, Иван Яковлев. Смотри Хабаровск.